Прослушки нет. Значит, можем начинать. В рамках Евразес, а не ОДКБ. Хотя здесь не имеет значения, какой формат. Имеет только то, что это одно и то же стратегическое направление. И в рамках той политики, которую Армения ведет, программатичной политики в регионе. То есть это глубокое содействие и помощь со стороны западного блока, то есть североатлантического блока. Двухсторонние отношения между США и Республикой Армения. Двухсторонние и многосторонние отношения между Арменией и странами ЕС. Однозначно такой шаг негативно повлияет на ситуацию и не может способствовать к дальнейшим мирным диалогам с Азербайджаном. Потому что все-таки я считаю, что мир и дискуссии по поводу мира в регионе могут только осуществляться, исходя из обороноспособности Республики Армении. Такое состояние можно достичь исключительно с помощью западных государств. Так что я думаю, что здравый смысл и прагматичная политика выиграют. Никол Пашинян все-таки откажется от такой перспективы и от такой поездки. Я думаю, что данная эстафета, которая должна от Владимира Путина передаться к Николу Пашиняну, нам Республики Армении никоим образом не интересует. Никак в качестве экономических подушек безопасности, в качестве вообще политики безопасности в данном регионе. Потому что все те будущие перспективы, которые могут приоткрыться для Республики Армения, они просто окажутся под вопросом после такого шага. Так что я выражаю искреннюю надежду, что премьер-министр Республики Армения откажется от данной повестки и не примет участие. Остальное поживем увидим, потому что, еще раз повторяю, трудно предугадать, какой именно вариант, какое именно решение примет Никол Пашиняну. Редактор субтитров А.Семкин